В целом президент поддержал внесенные предложения. Дополнительно будет обеспечено функционирование еще четырех магазинов беспошлиной торговли, которые будут работать на въезд. Но тут, наверное, надо сразу некоторые ключевые моменты определить. Значит, эти магазины находятся до окончания зоны таможенного контроля. То есть сегодня человек, купивший товары в этом магазине, его будут, наша таможня, проводить стандартные процедуры досмотра. То есть сегодня покупки в этом магазине все равно будут в рамках тех норм, которые действуют у нас на территории ЕАЭС. Сегодня речь шла именно о автомобильные пункты пропусков. Опять это оптимально, и мы, скажем так, посмотрим по итогам 2019 года, дадим соответствующую оценку, и будем, скажем так, внимательно мониторить за этой работой. Для того, чтобы сегодня мы были четко убеждены, что эти магазины, эти субъекты хозяйственные приносят пользу нашей стране. Как правило, этот ассортимент, который продается, он не пересекается с тем ассортиментом, который выпускают наши производители. Достаточно дорогие вещи там продаются, поэтому нет прямой конкуренции между товаром, который продается в этих магазинах, и нашими производителями. Все-таки налоги, которые уплачивают вот эти магазины, они идут в белорусский бюджет. И мы как бы человеку даем право выбора. Купить эти товары на территории сопредельных государств, соответственно, от этого ни бюджет, ни субъекты хозяйственные не получают ничего. Либо все-таки проголосовать рублем в этих магазинах, соответственно, оставив валютную выручку, и наши субъекты заплатят налоги в бюджет. Поэтому в целом решение поддержано, и правительство совместно с управлением делами в ближайшее время унесет на рассмотрение президенту соответствующий проект распоряжения головы государства. Продолжение следует...